Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Несколько дней назад, 28 марта 2024 года, сразу же у двух известных шашистов был юбилей. 75 лет исполнилось мастеру Владимиру Васильевичу Беляевскому и 50 лет исполнилось гроссмейстеру Андрею Станиславовичу Валюку. Поздравляю обоих юбиляров с праздником. Как говорится, раньше нельзя поздравлять, позже можно. И желаю им крепкого здоровья и творческих успехов. А сегодня мы с вами посмотрим как раз творческие достижения этих двух известных шашистов. Первая позиция, как раз позиция мастера Владимира Беляевского. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти красивый комбинационный выигрыш. Так, теперь тем, кто не нашел выигрыш, но поставил на паузу, даю подсказку. Вначале делается тихий ход. Попробуйте сделать тихий ход, а потом проводится комбинация. Если уже тут не можете найти выигрыш, тогда смотрите решение. Вначале белые нападают. Де3. У черных есть три возможных хода. Либо закрыться. Тогда мы нападаем еще раз. Теперь у черных есть два ответа. Либо закрыться таким образом, либо таким образом. Если черные закрываются cd6, ну здесь простой техничный выигрыш. Подкидываем шашку, затем меняемся назад. Бьем шашкой g3 на e1. И затем прорываемся в дамки с легким выигрышем. Ну затем, естественно, бьем назад. Так, если черные в этой позиции закрываются ed6, тогда уже здесь проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем еще одну. Затем бьем 4. Ну и легко выигрываем. Так, если в этой позиции черные не закрываются dc5, а допустим играют fg7. Здесь уже более красивые комбинации. Смотрите. После размена проводим такую комбинацию. Отдаем шашку, затем еще две. И следует красивый хвостатый удар. Ну хвостатый, потому что, видите, шашка дважды перелетает через одно и то же поле. Я называю хвостатый удар. И белые красиво побеждают. Первая тема. Вторая тема. Если в этой позиции черные закрываются hg5, ну играют hg5. Тогда здесь следует не менее красивый вот такой удар. Отдали. Отдали. Выбили шашку f6. И опять красиво выигрываем. А? Неплохо для начала. Теперь идея гроссмейстера Андрея Валюка. Это позиция из совместного анализа гроссмейстеров Валюка, Аббациева и Кандаурова. А также мастера Владимира Белиевского. Кому интересно, откуда возникает эта позиция. Я подсказку оставлю в верхнем правом углу. Эта позиция возможна на практике. То есть эту позицию надо знать. Я как-то разбирал матч двух молодых мастеров. Арсения Ценова и Тимофея Проскурина. Там подробненько мы с мастером Иваном Смурковым вот эту позицию разобрали. Откуда она возникает и как тут выигрывать. Здесь ход черных. Значит у черных есть два хода. Если они играют БЦ7, тогда поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Вначале белые жертвуют шашку, а затем красиво нападают. И у черных есть два ответа. Если они закрываются ажи7, тогда выигрываем таким образом. Ну надо бить на Б2, иначе быстрый проигрыш. И вот здесь важно побить на С1. Черным надо бить на Е1. И снова следует хвостатый удар. Ну и белые постепенно с двумя лишними шашками побеждают. Так, вторая идея. Если черные в этой позиции вместо ажи7 играют СД4 после нападения, тогда здесь не менее красивый выигрыш. Смотрите, вначале бьем на С5, черные играют ажи7. Бьем. Ну, черным приходится бить на Ф4. Вот здесь подумайте, как бы вы сыграли. Поставьте видео на паузу и подумайте. Оказывается, нельзя идти СД6, ой, СБ6, напрашивающийся ход, это ничья. Черные сами проводят комбинацию ЕД6. Затем играют ФЖ3. Ну, сюда бить нельзя, черные попадут в дамки. Приходится бить на Ф2. Затем играют ФЕ5. И проводят сами красивую комбинацию. Ну и здесь черные добиваются ничьей. Белые победить не могут. А правильно в этой позиции, после хода ажи7, было пожертвовать шашку, не жадничать. Приходится бить сюда. И вот теперь уже играем БЦ5. Черные отдают еще две шашки. Обратите внимание, что две шашки бить нельзя, жадничать нельзя. Иначе черные проводят удар по затылку и будет ничейная позиция. Видите? Никогда нельзя жадничать. То есть в этой позиции две бить нельзя. Надо побить одну шашку. И затем уже на ход ЕД6 играем АБ4. Ну и черным что-то как-то некуда ходить стало. Легко побеждаем. Так. Хотя нет, наверное, тут вот так лучше пойти, да. БЦ5, наверное. На БЦ5 же еще какая-то жертва, наверное, будет. Нет, тут тоже выиграла, ладно. Так. И теперь самое вкусное. Если в этой позиции черные не играют БЦ7, а сами жертвуют шашку и хотят сыграть БЦ7 и выиграть. Видите? Грозит. Прозаическое нападение ЦБ6. Белые снова красиво выигрывают. Снова поставьте видео на паузу и попытайтесь найти изумительный выигрыш за белых. Играем ФЕ5. Две шашки бить нельзя, иначе белые попадут в дамки. Приходится бить две шашки сюда. И вот в этой позиции самое сложное найти вот такой неожиданный бой. Побить одну шашку. Хочется побить дамки, но нельзя, надо побить одну. Это единственный выигрыш. Черные бьют три и попадают в дамки. И вот здесь уже выигрыш очевиден. Бьем на поле А5. Черные вынуждены побить на поле Б4. И забираем шашку и дамку соперника с красивым выигрышем. Вот такие пироги. Ну и напоследок покажу позицию дедушки Рамма. Это известный ленинградский тренер. Кстати, тренировал известных чемпионов СССР. Гроссмейстера Ираиду Спасскую и Гроссмейстера Виктора Литвиновича. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти очень красивый этюдный выигрыш за белых. Это позиция для тех, кто считает, что шашки это простая игра. Мне недавно один чудак написал, что шашкам до шахмат как до луны. Дружище, если ты найдешь хотя бы одну комбинацию из предложенных сегодня, я действительно соглашусь с собой. Но если нет, то нет, извиняй. Поэтому, друзья, я забанил этого человека. Больше он не будет писать на моем канале всякую чушь. Я думаю, сделал правильно. Белые начинают и выигрывают ходом ЕД2. Как играть черным? Грозит БЦ5. То есть, ЖФ6 играть нельзя или Ж6. Белые разменяются. Ну и здесь, видите, оппозиция в пользу белых. Белые легко побеждают за счет связки. Поэтому в этой позиции черным приходится играть после ЕД2 БЦ5. Тогда нападаем. Грозим выиграть шашку. Приходится отходить. Снова нападаем. Снова грозим выиграть шашку. Приходится играть ЕД4. Здесь черные уже думают, что, как говорится, все неприятности позади. Кажется, что позиция ничейная. Белые бьют в дамки. Черные тоже тут уже побили одну. Тоже хотят пройти в дамки. Но здесь белые очень красиво выигрывают. Делаем неожиданный ход. БЦ5. И выясняется, что черным некуда ходить. То есть, грозит ход СБ6. Так называемый трамплин. Или, как я его называю, удар президент Трамп. И обратите внимание, что черные обязаны поставить дамку. Других ходов нет. Но, если они ставят дамку на С1, тогда дамка ловится таким образом. И белые красиво побеждают. А если черные ставят дамку на А1, тогда выиграют прием под названием столбняк. Вначале проводим удар трамплин. И затем, видите, столбняк. Противостояние белой и черной дамки побеждает белая дамка. Черным некуда ходить. Вот такие красивые идеи. Как говорится, были в партиях шашистов прошлого и настоящего. Еще раз поздравляю мастера Владимира Белеевского и гроссмейстера Андрея Валюка с юбилеем. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лайком и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.